Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.фм, как всегда в это время, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о, ну, относительно, наверное, недавнем, недавнем, простите, но все же не таком уж, не таком уж пока еще, наверное, и популярном бизнесе, связанном с электронной литературой. «Бизнес на электронных книгах» назвали мы сегодняшнюю программу. И в гостях у меня те, кто, собственно, этим бизнесом и занимаются. Я представляю, это Евгений Милица, генеральный директор компании «Покетбук РУС». Добрый вечер, Женя. Здравствуйте. И это Михаил Осин, руководитель цифровых продаж «Озон.ру». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, собственно, тема озвучена. На всякий случай я напомню для наших слушателей, у них всегда есть возможность задать вопрос, поскольку эфир прямой. Позвонить для этого в студию, телефон 6510-996, код Москвы 495, либо воспользоваться сайтом finam.fm и задать свой вопрос. В электронном виде я его увижу, прочту, мы на него ответим. Таким образом мы присоединяемся к сегодняшней теме. Все слушатели Finam.fm. Ну и для начала, если позволить, я все же такую реплику предложу. Звучит, наверное, банально несколько, но тем не менее. Как известно, ну известно было, по крайней мере, несколько десятилетий назад, наша страна считалась самой читаемой в мире. Ну, мои гости заулыбались, понятно, наверняка были готовы, да, к подобной реплике. Так ли это сейчас? Во-первых, это раз. И два, вот то, что вы в конечном итоге занялись бизнесом, связанным с книгой, ну, пока не важно, да, электронный этот или какой-то, а другой, более классический вариант. Связан ли с этим? Всегда у нас, поскольку, да, как я уже повторил, считалось, что у нас народ очень читающий, любящий это дело, то это всегда будет востребован, ваша продукция. Это да. Жень, с тебя начнем. Да, на самом деле, конечно, не очень приятно в этом признаваться, но Россия все-таки уже, наверное, потеряла пальму первенства в этом направлении. Наверное, есть у нас шансы все-таки догнать азиатские страны. Сейчас вот пальма первенства перешла, наверное, к ним. Ну, вот мы являемся, собственно, представителями компании, которая производит устройства для чтения электронных книжек, и появилась такая тенденция именно к этому рынку, наверное, в 2009 году, и с тех пор это вот именно, если говорить именно с точки зрения индустрии, наиболее быстро растущий сегмент бизнеса вообще из потребительской электроники. Наверное, есть пример еще. То есть внутри именно потребительской электроники, да, мы можем... Ну, в общем, мне проще разговаривать именно про устройство для чтения, да, и как бы через это экстраполировать, в том числе и интерес к электронной литературе. Ну, ты сказал, что пальма первенства сейчас, ну, по потреблению этих устройств, прежде всего, видимо, да, ну, и как результат, самый читаемый народ — это азиаты. Не связано это с тем, что этот... Я думаю, что это вряд ли связаны вообще отрасли, это совершенно два разных сегмента — продажа обычных книжек бумажных и продажа электронных их версий. И продажа устройств для чтения электронных книг, они вообще абсолютно идут разными курсами и имеют разные тенденции. Если говорить именно про продажи устройств, то самая продаваемая... Ну, то есть, больше всего продаж именно сосредоточены в Америке, и оттуда пошла, в общем, пошла эта тенденция. Это мода, это мода, да? Да, ну, как сказать, мода. Это, во-первых, удобно, это, ну, достаточно инновационная технология, ставшая доступной. То есть, я говорю сейчас в первую очередь о устройствах, которые созданы на базе электронных чернил. Ну, фактически, вот если мы смотрим на эти устройства, они абсолютно повторяют те же параметры, как бумага, работают в отраженном свете, имеют очень долгую жизнь от батареи, например. И, естественно, там, что важно, читают все форматы. Ну, то есть, это связано все-таки с удобством, прежде всего. Несомненно, конечно. Я люблю читать, я не знаю, где-то в общественном транспорте я это делаю или иначе, но при этом я, да, вынужден каждый раз покупать новую книгу, менять ее, она может растрепаться в дороге, да? Ну, несомненно, да. То есть, какие плюсы есть у обычной книжки? Ну, во-первых, она там сравнительно недорога. Ну, если мы берем там среднюю стоимость книжки, ну, там, 200, 300, 400 рублей. Но, естественно, как бы у нее тяжелый вес, у нее бумажные страницы, которые, ну, естественно, там могут истрепаться. И вы при всем желании не сможете увеличить шрифт, например, поменять его, если он каким-то параметрам катастрофически не нравится. И более того, конечно, в этой книжке не поместятся еще какие-то книги. А вот устройства для чтения электронных книг, они были как раз для этого и созданы, чтобы как можно больше там вся библиотека, она помещалась, грубо говоря, в одном единственном девайсе. И удобство пользования, оно несомненное, потому что можно настроить абсолютно под себя любой текст, изменить шрифт, изменить там межстрочное расстояние, увеличить его размер, что актуально, потому что, ну, представьте, да, там не все обладают идеальным зрением. Или просто для комфортного, допустим, там, всем хочется какие-то оршинные буквы, или наоборот микроскопические, тут вариантов очень много. Продолжай, продолжай, продолжай. Ну, вы просто махнули рукой. Ну, собственно, рынок очень быстро растет, и могу сказать, что с 2009 года, даже вот в России, если мы посмотрим на тенденции, то он рос сначала там в 200%, потом в 140%, сейчас вот он вырос на 60%. Ну, эти цифры, они, конечно, впечатляют, но понятно, да, что если одна книжка, а потом еще одна, то это уже 100%. Давайте-ка абсолютно перейдем, не проблема. 2009 год, 190 тысяч. Да, 2010 год, 560. У меня шпаргалка есть. Нет, нормально, нормально читаю. 2011 год, вот прошлый, собственно, он был очень неплохим, миллион 400. Вот представьте, что популярные планшеты, вот, нашумевшие iPad, там, Samsung и прочее, они в совокупности продались меньше, чем устройства для чтения электронных книг. У них просто, видимо, стратегическая задача другая, может быть, поэтому? Ну, они просто несколько отличаются по своим потребительским свойствам, и аудитория разная. Аудитория разная, да. То есть так получилось, что читают у нас, наверное... То есть то, о чем ты говоришь, оно все-таки целевую аудиторию подразумевает. Да. Это не те, кто хочет купить вот этот девайс для того, чтобы читать. Это не гаджетоманы, да. Если вот первые годы действительно спрос удовлетворялся именно за счет любителей гаджетов, любителей новых каких-то технологий, то сейчас абсолютно рынок поменялся, и 60% нашей потребительской аудитории – это те, кто любит читать. Здорово, здорово. Очень большая аудитория. Жень, прошу прощения, у нас пошли звонки. Я предупреждал, тема интересная. Давайте послушаем. Итак, на линии слушатель по имени Иван. Иван, добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Слышно? Да, да. Знаете, у меня вопрос такой. Вы сказали, что Apple своим iPad или другие компании не так сильно продвигают свои планшеты. Но в то же время, смотрите, количество проданных в метро, нет очень мало количества электронных книг. Зато у каждого второго iPad, у каждого второго iPhone, либо Samsung Galaxy, Samsung Table. Вопрос такой, почему нельзя продвигать электронные книги на этом рынке? Это же выгоднее. Людей больше, а совокупно. Вань, Вань, на каком на этом рынке? На каком на этом? Ну, как, например, смотрите, Apple своим iBook. Он ввел это в технологию, он придумал образование, ввел свои журналы, до 100 получает деньги. Выйти тоже самое на рынок, делать приложение, ввести туда книги, договориться с создательством и продавать. Людей больше покупать будет, чем покупать. Понятен вопрос, я сразу тебе хочу переадресовать. Смотри, вот ты говоришь, в метро зашел, там два человека стоят с электронной книгой, да, а 20 человек стоят с iPad'ами. А надо посмотреть, что в это время, да, на электронной книге, а что в это время на экране iPad'а. И разница сразу будет видна. Я думаю, что в этом все. Кто-то играет, кто-то читает. Это нужно человека завлечь. Сделать интерактивные книги, сделать различные ставки. Это гораздо больше людей. Понятно. Большинство тех, кто покупает электронные книги, это бюджетные люди. Они покупают электронные книги за 4 тысячи, за 5. И качают интернет, это самое самое, сайты, и терапские торренты, и все остальное. А в iPad'е большинство людей позволит себе купить за 25 тысяч электронное устройство, а может купить себе за 10-30 рублей электронную книгу. Гораздо проще. Вань, спасибо тебе за вопрос. Сейчас послушаем наших экспертов, что они по этому поводу думают. Дай, Миша, с тебя начнем. Вообще, постановка вопроса корректна, как ты думаешь? Да, вопрос хороший, вопрос правильный и своевременный. И у меня даже есть на него ответ. Кстати, я, извини, перебью тебя. Вот ты меня поправил вначале. Михаил Осин, руководитель цифровых продаж, то есть речь идет о том, что ты занимаешься не только продажами цифровых книг, а у тебя более широкий. Да, да, это большое направление, оно новое для Озона. Все-таки Озон всеми воспринимается как классический и книжный, в том числе магазин. И до сих пор, это если немного вернуться к первому вопросу, книги составляют где-то треть всех наших продаж. И что самое интересное, объем этих продаж растет год от года. То есть интернет, аудитория, несмотря на обилие видео, музыки и всего остального, продолжает активно покупать книги, и происходит это лучше, чем в оффлайне. Поэтому здесь у нас уверенность остается в том, что российский пользователь, он все-таки читает и любит читать. Что касается популярных устройств, айпадов, планшетов, конечно, это очень интересный рынок. И, наверное, всех людей можно условно разделить на тех, кто любит читать бумажные книги, на тех, кто любит читать с устройств для чтения на технологии электронных чернил, и для тех, кто просто носит с собой планшет или телефон для различных целей, от звонков до видео, и в том числе читает на них книги. И таких людей действительно очень много, поэтому мы, например, сейчас, Озон работает над разработкой собственных приложений. — Извините, пожалуйста, я правильно понял вопрос Ивана? Он говорит о последних, что их большинство, они все-таки, ну, хорошо, не большинство, их много, они являются все же целевой аудиторией, и он рассуждает, что вам, как представителям некой иной отрасли, неплохо бы их переманивать. Каким образом это нужно сделать? Помимо того, что вы просто позволяете читать через свои устройства, может быть, туда закачать еще какие-то игрушки, кинушки и так далее, и тому подобное. В этом суть вопрос? — В том числе и в этом, да. То, о чем я начал говорить, мы сейчас работаем над собственными приложениями, это значит, что, ну, где-то примерно к концу этого года в iPad, в Android-планшетах можно будет читать книги, цифровые книги, купленные на Озоне, и это будет удобно, это будет просто, это будет красиво. — Я понял. Извини, пожалуйста, сейчас мы слушаем новости, что, кстати, тоже очень удобно и красиво, а потом продолжаем разговор. Итак, друзья мои, продолжаем. Продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем бизнес на электронных книгах, собственно, все, что связано с этим сегментом рынка. Я еще раз представлю моих гостей. Это Евгений Милиц, генеральный директор компании Pocketbook.RUS и Михаил Осин, руководитель цифровых продаж Ozone.RU. Подбросил нам сразу, да, как тему для обсуждения достаточно горячих, и за эфиром сейчас мои гости, собственно, продолжали это обсуждение. Подбросил нам эту тему наш служитель Иван. Давайте продолжим об этом разговор. Миш, ушли на новости. Да, мы остановились на приложениях, приложениях для мобильных устройств. На наш взгляд, это очень перспективно, и люди действительно все больше и больше читают, в том числе с телефонов, с планшетов, потому что они всегда под рукой, особенно телефон. Безусловно, электронные чернила, они очень удобны для глаз, очень удобно читать, но не всегда читалка есть с собой. Телефон всегда есть с собой, поэтому, конечно, оптимальный вариант – это то, как это сделано в Америке, как это сделано у Амазона, Kindle, когда человек может читать как с читалки, так и с телефона, и при этом процесс чтения заметки. Извини, а технологически все-таки там разные вещи. Ты говоришь о электронных чернилах, а вот на других носителях там как-то иначе все это выглядит, да? Выглядит иначе для глаз. Для глаз, конечно, электронные чернила лучше, но здесь что самое важное? Самое важное, что человек, независимо от того, какое устройство у него на руках, он имеет все те книжки, которые он приобрел. Книжка открывается ровно в том месте, где он закончил читать на другом устройстве. Закладки-то нет. Закладки, заметки и все остальное. Все это синхронизируется. Если привыкнуть к одному устройству, например, к тому же инк, то уже в принципе нет особой нужды переключаться на маленький экран, не дай бог, 3,5 дюйма. Представьте себе в метро трясущиеся вот эти кошмарные маленькие буковки. Я иногда встречал, вот сидят люди на остановке. Представляете, да, это фонарь, который светит вам в лицо. Хорошему, да, и для зрения это совершенно не полезно. И причем я так понимаю, что проблема отражаемости экранами тоже существует. Я, по крайней мере, сижу за рулем, я взял эти солнечные очки и одел, и я не вижу экрана своего iPad, например. Ну, кстати, у меня есть ответ нашему слушателю насчет обилия iPad'ов в московской подземке. На самом деле, одна из аналитических агентств проводили исследование как раз гаджетов, которые используются в московской метрополитене. И выяснилось, что действительно там большинство все-таки пользуются смартфонами. Пока что, да, смотрят, читают или играют, или еще что-то. Что-то делают со смартфонами. На втором месте вышли как раз уже электронные книги. И планшеты только на четвертом. А третьи? А третьи MP3-плееры. Понятно. Да, то есть слушают люди. Вот. Что касается планшетов, тут тоже есть очень хорошая статистика. Мы лично меряли, и некоторые из агентств тоже проводили такие исследования. Чтение, ну, как правило, 10-е, 15-е место, которые, ну, по ранжиру, да. То есть, там, пользование интернетом. И занятий на планшете. То есть, для чего его покупают? Не для того, чтобы читать. Безусловно. То есть, одна из функций, да, там можно читать, это правда. Но более специфические устройства, такие как вот устройства Reader и Naink, они более для этого приспособлены. И именно поэтому их популярность очень высока в России и во всем мире. Как минимум, понятно, задача, да. Человек, который покупает книжку, он покупает ее только, чтобы ее читать. А который покупает другое устройство, у него там вариантов много всяких. Да, при том, мировой рынок, он как бы диктует все больший рост. То есть, если мы говорим про Америку, там, в одной Америке в прошлом году было продано там больше 10 миллионов устройств для чтения. А в России, конечно, есть куда расти. То есть, у нас в плане спроса пока даже там не превышено 5% пенетрации рынка. Я понял. Вот это очень отрадно всегда слышать. В России есть куда расти, ну, по разным причинам. Мы, как минимум, входим в эти тенденции гораздо позже. Поэтому у нас, что называется, поле непаханное еще. Это хорошо. Главное, чтобы этот рост наблюдался. Вчера у меня вот были представители ювелирной отрасли. Там есть куда расти, говорят, но нам не дают этого делать. Причем не дают на самом высоком уровне. Давайте послушаем еще вопрос наш слушатель Владимир. Владимир, добрый вечер, говорите. Добрый вечер, да. Вы знаете, у меня несколько с другой стороны вопрос. Вот больше он относится к Озону. У меня, например, была на Озоне моя собственная книга. Она быстро, к сожалению, кончилась. Был небольшой тираж, всего 5 тысяч экземпляров. А вот каким-то образом можно теперь заключить договор с вами на электронную книгу? Потому что Сергей Толстой, понятно, с ним все просто. Он уже, так сказать, как бы заключил договора со всеми, с кем может. А вот современному автору, который бы хотел теперь не в бумажном носителе, а в электронном виде каким-то образом проработать вопрос о сотрудничестве с Озоном. Понятен вопрос. Спасибо. Спасибо, Владимир. Да, теперь это действительно возможно. Сейчас можно размещать для продажи электронные версии своих книг. Я даже могу сказать, как это сделать. Просто напишите короткое письмо на адрес digitalsobakaozon.ru и вам сразу ответят и расскажут, как это можно сделать. Мы сейчас довольно-таки плотно занимаемся тем, что собираем ассортимент. Почти все издательства, которые есть в России, сейчас представлены в электронном виде на Озоне. И имеются в виду те книги, которые могут продаваться в электронном виде. Продаются все больше и больше цифровые книги. Понятно, что, конечно, соотношение бумажных книг и цифровых на Озоне, оно примерно 200 к 1, то есть на 200 печатных книг приходится одна цифровая. Но, тем не менее, рост очень впечатляющий. Рост впечатляющий. И так как мы продаем не только книги, мы видим рост в том числе и в устройствах для чтения. Вот как раз-таки Pocketbook у нас продается очень хорошо. Это самая популярная читалка среди всех читалок, которые продаются у нас. Вообще, что интересно, Россия во всем отличается от Запада. Вот это мне сейчас самое интересное, если можно, ну, по крайней мере, в этой части нашей программы, давайте поговорим, ну, расскажите, как профессионалы, вот эти ключевые отличия, отличия в ведении бизнеса, отличия в менталитете потребителей вашего товара, да, плюс, минусы, что здесь? Ну, тотально, на самом деле, отличие вот в чем. То есть, если на нашем российском рынке устройства правят балом, то на американском, европейском совершенно наоборот. Есть некое средство донесения контента. А главным является контент. Подожди, по-русски давай. Теперь по-русски. Есть компания, например, Amazon. По какой схеме она работает? У них есть устройство по цене условно, там, 99 долларов. То есть, достаточно дешево, как правило, близко к себестоимости, если не в минус. Это мы сейчас о зарубеже говорим. О зарубеже, да. Это лидер рынка. Amazon 60% продаж всех электронных книг, я имею в виду устройств в мире. И, соответственно, есть привязанный к ней магазин Amazon, на котором этот контент размещается. И все создано для того, чтобы с помощью устройства было как можно проще приобрести этот контент. И все вот их рекламные слоганы связаны с тем, чтобы купить в один клик. То есть, как правило, идет привязка к кредитной карте владельца. Как только он ее привязал, тут же в один клик может... Уже не отвяжешь. Это знакомая история. Ну и, соответственно, есть некая такая монополия. То есть, очень много издательств, они просто ничего не могут с этим поделать. Они идут к Amazon и продают, поскольку у него максимальная аудитория. Все схвачено уже. И поэтому эти устройства он продает достаточно дешево. И потребителей привлекает именно благодаря простоте доступа к контенту. Притом контент, он достаточно дорогой. Средняя цена в районе 15 долларов. Ну, как правило, там, Amazon свой спешл прайс делает, ну, порядка 9,9. То есть, достаточно дорого. Если говорим про Россию, совершенно другая история. Огромное, легко доступное сообщество пиратского контента, которое волей-неволей провоцирует продажи устройств. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что одним из драйверов роста этого рынка это легкая доступность бесплатного контента. И, собственно, мы даже среди наших потребителей на форумах выявляли некие такие калькуляционные тенденции. Типа я купил себе там пакетбук, и в итоге через какое время у меня окупится, если я там буду скачивать книжки, а не покупать их на Азоне, например. Забавно. Да, поэтому рынок отличается кардинально. Я хочу сказать, что у вас такое двойственное положение. С одной стороны, мы говорим все-таки не о совсем легальном контенте, а с другой стороны, это провоцирует на продаже вашего товара. Как вы себя чувствуете? Мы, как продавцы устройств, очень хорошо себя чувствуем, но, тем не менее, мы занимаемся легальным контентом. У нас тоже есть своя контент-платформа, можно сказать, ну, вряд ли ее назвать конкурирующая Азона, но, тем не менее, называется Обрестор, и там тоже есть контент, да, то есть есть книжки, притом на разных языках, поскольку мы компания международная, продаем не только в России, но и боремся в том числе с Амазоном, поэтому есть и на китайском, есть на английском, французском и так далее. То есть на всех рынках, куда мы идем, как правило, контент есть. И опять-таки мы развиваем вот эту синергию, когда есть устройство, есть площадка, и между ними должна быть очень четкая связь. То есть тоже у нас есть возможность прямо с сайта там быстро в один клик приобрести книжку, есть клиент на нашем устройстве, где тоже можно в один клик скачать что-либо. Но, в общем и целом, в России такая тенденция, ну, вот, не знаю, мою имхо, тенденция такова, что пиратский контент, он, конечно, будет очень сильно тормозить продажи электронных версий. И, поняв это, мы немножко отошли от работы вот как раз с издательствами, аккумулирования контента на нашем сайте и задались некими такими более глобальными вопросами. Глобальный вопрос какой для любителей чтения? Что почитать? То есть вот как мы выбираем книжки, как правило, попрашиваем друзей, что ты читаешь, Вася, что там читаешь, Петя. Идем на какие-то непонятные сайты, пытаемся найти какие-то рейтинги. Рейтингов не существует. Да, то есть российских, допустим, российского контента. Поэтому что мы создали? Есть такая... То есть опять у вас некая возможность все заново сделать, да? Ну, фактически, да. Ну, действительно, большая проблема, что почитать. Потому что ты, ну, представьте, купил книжку за 500 рублей, не дай бог, за тысячу. Ты начинаешь ее читать, листаив 5, 10-20 страниц. Понимаешь, что тебя ждет горькое разочарование. Книжка тебе не подошла, она не нравится. А тебе посоветовал ее друг Вася. С Васей ты раздружился, больше с ним не идешь пить пиво. Тысяча рублей, конечно. Да, тысяча рублей, большие деньги. В то же время, вот, мы создали и начинаем развивать такую платформу, как называется она, ReadRate. Пока она в самом зачаточном состоянии. Но идея ее какая? Какая, да? То есть первоначально дать информацию для пользователя, что ему, собственно, почитать. При том это строится на основе, там, социальных сетей, выводятся специальные рейтинги. Есть, там, топ-10 книжек, там, по фантастике, топ-20, там, по, там, не знаю, бизнес-литературе и т.д. Это просто информационный портал, пока что. То есть это не тест какой-то, да? То есть вот там пару страниц вы можете прочесть, а потом... Нет, нет, это именно рейтинг. Рекомендации. Рекомендации. Притом связана еще очень такая, на самом деле, идея хорошая вот в чем. Потому что помимо того, что ты можешь получить рекомендацию по книжке, более того, ты потом где-то ее найдя и скачав, ты можешь видеть какие-то отдельные абзацы, которые выделят твои друзья, которые рекомендовали тебе эту книжку. Ну, понятно. Вот. Ну, а дальнейшие, как бы, итерации, это, собственно, создание поиска по всем, да, допустим, контент-базам. И скачивание на устройство, там, в легкой, в совершенно простой форме. Ну, немножко это вот идет в разрез, там, с моделью, бизнес-моделью того же Амазона, Барсонобл, которые привязывают к своему магазину и говорят, типа, иди только к нам, покупай только у нас. Мы хотим дать вот всем максимум информации, не привязывая к себе. Как бы ты сказал, это некая российская специфика все-таки, да? Ну, вынуждены, да. Потому что у нас такой потребитель, у нас такие обстоятельства и так далее. Много тут, как бы, обстоятельств, которые вот привели к этому. Привели к этому, да, да, да. Ну, и, естественно, там, авторская политика, там, политика издательств и так далее. Я понял. Хорошо, хорошо, замечательно. Значит, вопросов еще у нас масса. Я, к сожалению, уже не смогу какой-либо из них озвучить. Поэтому мы традиционно сейчас с вами уйдем на новости, послушаем, что нам приготовила Настя Юрьева. А потом продолжим наш увлекательный разговор о бизнесе на электронных книгах. Ну что ж, продолжаем наш разговор. Разговор о электронных книгах, о электронных носителях. Сегодня мы именно этот бизнес обсуждаем с моими гостями. В студии Евгений Милица, генеральный директор компании Pocketbook.Rus. И Михаил Осин, руководитель цифровых продаж шазон.ру Продолжая этот разговор, я хотел бы предложить такой вопрос моим гостям. Миш, ну давай с тебя начнем. Вот это вот слово-сочинание «электронная книга». Вот для тебя лично в этих двух словах какое главное? Сложно сказать. И то, и то важно. Потому что прежде всего, конечно, это книга, но формат все-таки электронный. Извини, ты сейчас говоришь как представитель бизнеса, а вот я просто тебя как потребителя бы спросил. Я как потребитель скажу так. Я давно не читал бумажную книгу. Бумажную литературу. Да. Последнее время я читаю только в цифровом виде, причем на разных устройствах. И в том числе даже с телефона. Хотя там небольшой, маленький экран. Аккуратнее, потому что ты портишь глаза себе. Да, но вот иногда грешу. Грешу этим. Вот. Это удобно. Это действительно удобно. Не нужно хранить дома огромное количество книг. Хотя с другой, извини, опять я перебью. Я, конечно, постарше вас, да, и понятие такой домашней библиотека это не просто количество файлов на компьютере, да, это замечательные вот эти полки книжные или шкафы, которые уставлены красивыми вот этими наборами, как они, вот что вылетело из головы. Решков. Решков, да. И там есть замечательные названия. Если позволишь, да, я сейчас вот уже... Ну, естественно, естественно, и бумажная книга, она никуда не уйдет. Она всегда будет существовать, и всегда будут люди, которые будут читать только бумажные книги. Но все-таки это больше формат. И даже вот на зоне это как сейчас выглядит? Там первично это книга. То есть человек заходит на книгу и уже может выбрать, заказать эту книгу с доставкой в печатном виде или скачать ее. Но все-таки он ищет именно какую-то определенную книгу, какого-то определенного автора и уже сам выбирает, в каком формате ее потреблять, если можно так сказать. Понятно. Жень, ну, тот же вопрос, если не возражаешь, электронная книга для тебя лично. Какое слово здесь главное? Ну, мы производители. Для нас, знаете, электроника, да, прежде всего. Ответ однозначно. Хорошо, а вот с точки зрения потребителей вашей продукции? Ну, смотрите, вот так получилось, что вот ровно два года назад я пришел в Покетбук и именно вот первого ноября. И, собственно, меня приветствовал... То есть у тебя еще не юбилей? Ну, можно сказать, да. Ура. Ну, это так и есть. Два года, мы тебя поздравляем. Меня приветствовал мой начальник такими словами, что, в принципе, компания, ну, наши электронные книги, Покетбук, они, в принципе, уже все делают то, что бумажное, да, но единственное, чего им не хватает, это запаха. Вот, вот, кстати, я сижу и думаю, да, вот, говоря об этих уже, да, по сути, архаичных вещах, как обычная книжка, и там много ощущений вот этих человеческих, да, ну, с одной стороны, ты информацию оттуда черпаешь, понятно, да, потом визуализация, да, шрифт и так далее, там, картиночки, да, потом есть тактильные ощущения некие, ты пальцами листаешь странички, да, они шушат и слушаешь, и вот этот еще один, на мой взгляд, мне, конечно, очень это важно, я помню себя с детства, у бабушки была огромная библиотека, и запах этой, вот, запах именно книги, какие-то ощущения непередаваемые. С другой стороны, смотрите, мы же должны быть современными, двигаться много со временем, и пора, наверное, вот щелчки пластика, там, вот, тактильные ощущения, там, от soft-touch, вот, соответственно, панели, ну, крышки, вот как-то вот это менять, да, то есть, в принципе, в книжке в чем главный плюс? В том, что ты погружаешься в этот мир, который создал для тебя автор, ты в нем варишься, и ты, в общем, в какой-то момент забываешь, ну, где ты находишься. Да, ты пропускаешь, там, станции метро, там, не знаю, там, часами сидишь, там, ищешь какие-то новые, там, впечатления, поэтому, в принципе, это, опять-таки, только средства, то есть, первичная, конечно, книга, а для нас, ну, я говорю, как производителям, конечно, электроника, да, потому что мы это все создаем, именно устройства, для того, чтобы они были максимально удобными для потребителя. Давайте вопрос я прочту, наш слушатель Джонатан, вот так вот. Почему-то Россию, как, Россию всегда считают убыточным рынком, ну, сразу же, я лично не соглашусь с мнением нашего слушателя, вот, ну, да ладно, во всем, во всем, вот такое утверждение. Ну, а дальше вопрос, что мешает сделать захват рынка? Ну, имеется в виду, наверное, вот, нашего сегодняшнего, обсуждаемого нами. Взять и быть, взять и быть, как тройка крупнейших компаний. Ну, я так понимаю, связь имеется в виду, не пытаться выплыть за счет мизера, а взять и придумать новый продукт. Подумайте, взять ту же читалку, закрыть к ней доступ на закачку книг не из-за страны, что-то не понимаю я, а из вашего магазина и только. А, то есть, доступ был, со стороны не было, только, ну, за деньги. Ну, такая вот бизнес-идея, я не вижу, честно говоря, особой революции. В чем бизнес-идея не очень понятна, честно говоря, захват рынка, ну, как сказать, ну, здесь нет Амазона, Коба, Барсенобл, тех компаний, которые, в общем-то, захватили мировой рынок, и зато здесь пакетбук. Ну, в общем, мы себя очень хорошо чувствуем, на самом деле, и стараемся, как бы, долю рынка удержать, и достаточно успешно. Сейчас, конечно, вот мы говорим про инк-книжки, да, но никто не говорит о том, что это отменяет и другую тенденцию. Появились книжки на ТФТ, это произошло два года назад. Жень, 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 если можно, все-таки ты расшифровывай, о чем речь, мы говорим об инк, это что значит? Е-Инк, это компания, которая производит бумагоподобные экраны. А нет, а вот ТФТ? ТФТ, это как раз вот технология, которая вот с подсветкой, подсветкой именно, то есть, которая бьет в глаза, которая подсвечивает экран, но тут есть такое важное отличие, то есть, когда появились ТФТ-книжки, они стоили в районе двух с половиной, трех тысяч рублей, и помимо того, что они позволяли читать, ну не так комфортно, как на инке, совсем не так, потому что использовали очень плохие экраны и были вообще низкого качества, но они позволяли некую вот альтернативу в плане занятий. Во-первых, они дешевле, я так понимаю. Они были дешевле, во-вторых, они позволяли некие мультимедийные приложения запускать, смотреть фильмы, ну то есть, это были такие планшеты очень-очень начального уровня. И, собственно, вот они, наверное, 50 сейчас, ну, порядка 55% рынка имеют именно ТФТ-книжки. И Инг, он проигрывал за счет цены, конечно же, но сейчас тенденция такова, что ТФТ-книжкам снижаться некуда. Они уже и так достигли своего ценового дна, и планшеты, которые, в общем, в принципе стоят по закупке и в рознице примерно столько же, начали стремительно их вытеснять. Поэтому вот мы и фокусируемся именно на Инг-книжках, потому что они именно для чтения созданы идеально. Но, естественно, как бы эту тенденцию мы не игнорировали. У нас тоже были книжки на ТФТ, фактически полноценные планшеты, и надо сказать, что это тоже один из самых быстрорастущих рынков на вообще мировом масштабе, и тоже довольно любопытный. И действительно там можно читать книжки, и никто, честно говоря, не проводил такие вот тесты и не проверял, где действительно безопасно, на Инге или на планшете. Но, тем не менее, планшет, он, конечно, никто не покупает его для чтения. Ну, очень маленький процент. Исключительно для чтения. Очень маленький процент. И с потребительской точки зрения я вам могу уверять, что это совершенно разные вещи. Могу сказать, вот просто на примере собственной жены, у нее есть iPod, у нее есть iPad, и есть электронная книжка. Ну, это правильно. Да, есть iPhone, ну, в общем, полный набор. И читает она исключительно только с нашего устройства, с пакетбука, потому что это банально удобно. Да, и... Ну, в общем... И у нее хороший вкус, я тебе, да? Хотел это еще наверняка сказать. По этому поводу, кстати, вопрос от Ивана. Вы говорите, что электронные книги лучше для глаз. Ну, мы сейчас вот с этой точки зрения посмотрим. А про... Дальше идет в кавычках Retina. Я надеюсь, вам знакомо, да, это название? Про Retina дисплеи вы слышали? Они более четкие, чем те же электронные книги. Ну, вот в продолжении того, что было только что сказано, конечно, вот эти вот недорогие устройства с TFT-дисплеями, это, конечно, дешево, это доступно, но я бы от себя бы не рекомендовал бы читать продолжительное время. это дешево, да, и поэтому доступно. Это дешево, да. Люди это покупают, но для глаз, наверное, это действительно вредно. Ну, даже вот просто по своим ощущениям. С другой стороны, вот эти вот недорогие читалки, они послужили своеобразным трамплином для того, чтобы люди покупали более качественные продукты. То есть, попробовав читать на недорогих устройствах, людям понравилось, и они уже переходят либо на E-Ink, либо кто-то покупает там тот же iPad с Retina дисплеем, который действительно намного лучше, чем TFT в дешевых планшетах, но все равно по ощущениям для глаз, наверное, не сравним с E-Ink, особенно если речь идет о чтении на солнце, на пляже, тут iPad проигрывает. Ну, там просто невозможно читать на солнце и на пляже, если там отражение экрана. Ну, а Retina-то вот это что такое? Retina-то экран с очень высоким разрешением, где практически глазу не различимы пиксели, поэтому глаза устают меньше, но все-таки это не электронные чернила. Вот. И я бы хотел еще немного добавить по предыдущему вопросу. Бизнес-идея там была у одного из наших слушателей. Опять же, мы говорим о том, что Россия идет своим путем. Если в Соединенных Штатах есть экосистема и люди в первую очередь приходили в экосистему. У нас же на рынке есть некоторое количество небольших игроков, которые продают контент. Есть свои бренды, которые производят читалки, и эти читалки предназначены для чтения любых, в принципе, книг. Вот. Поэтому рынок, он просто другой, на нем надо по-другому работать. Что вы и делаете. Что мы и делаем, да. И немаловажный фактор, конечно, это сам контент. Пока количество цифровых книг, легальных, доступных на рынке, оно несравнимо с печатными книгами. Если на Озоне продается, например, 270 тысяч наименований печатных книг, то рынок легальных цифровых это примерно 30 тысяч книг. То есть практически в 10 раз разница. Люди не могут порой найти то, что им нужно. и в том числе из-за этого ходят иногда к пиратам, у которых все есть. Или почти все есть. У меня есть, кстати, статистика. Черный флаг. Забавная, да. Вот 2 миллиона скачиваний прогнозируют в этом году легальных, то есть примерно на 140 миллионов рублей. А пиратских, ну, в 20 раз больше. Это, мне кажется, очень осторожные и оптимистичные прогнозы. по поводу биратских. Я имею в виду по поводу 2 миллионов скачиваний. Легальных. Да. Честно говоря, как бы проблема-то не в том, чтобы даже найти. Найти можно, да, как бы, то есть очень сложный процесс скачивания, как правило. До сих пор там как бы не пришли к единому знаменателю вот эти вот компании, которые продают контент. Есть некая монополия, там есть компания XMO и IST, которые владеют там фактически не знаю, 60 процентов всего цифрового контента. Поэтому, ну, наверное, как бы вот это и мешает. То есть у них были, кстати, попытки сделать свое устройство, оно существует, оно продается, я знаю, у компании Ozone тоже были попытки сделать устройство для продажи контента. Это как раз вот отголоски американского рынка и желание пойти тем самым путем. К сожалению, время расставило все на свои места и рынок у нас выглядит абсолютно по-другому. То есть время расставило таким образом, да, что мы не можем этим путем пойти. Нет. И могу сказать почему, потому что не только в контенте дело, еще и в том, как продвигать продукцию, как ее распространять. И тут есть очень свои хитрые отличия от американского рынка, от любого европейского. У нас есть целая система дистрибьюции, у нас очень высокие затраты, например, по входу в сети и требования по маржинальности каждой сети. То есть, ну, для примера, любой какой-нибудь дискаунтер электронный или компания, которая занимается продажей сотовых телефонов, она требует, естественно, достаточно больших денег за распространение этого товара. И в Америке немножко все по-другому. И как бы тот же Амазон, он продавал очень долгое время именно с помощью своего сайта. Сейчас они вошли в крупнейшие цифровые сети, но там другие реалии. Там нет больших таможенных пошлин, навоз, нет вот этих аппетитов сетей и так далее. Это знакомые уже реалии. Да, да, да. Ну, собственно, разговор этот мы продолжим. Действительно, он, видимо, не на одну тему. Сейчас слушаем новости на Финам. Ну что ж, 99,6 в Москве. Это Финам. Финам. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем сегодня, как оказалось, достаточно интересную для многих наших слушателей тему, тему электронных носителей. Бизнес на электронных книгах. Так она звучит. Ну и давайте продолжим. Есть много вопросов. Мы остановились на и это мне показалось одним из самых интересных, самой интересной частью нашей программы на ключевых отличиях ведения бизнеса в России и в Америке. Жень, продолжи, пожалуйста. Вот эти вот основные вехи ты попытался нарисовать. Ну, в общем, я их как бы обозначил. Это, ну, если резюмируя, то, во-первых, привязка к контенту, отсутствующая в России, то есть отсутствие, ну, так скажем, отсутствие контента в России легального и бизнеса, выработанного по контенту. Естественно, отличие именно с бытовой точки зрения, со сбытовой, да, то есть как бы большие таможенные пошлины на ввоз и большие аппетиты там, сетей, дистрибьюторов и так далее. Это все повышает цену, ну, можно сказать, два раза относительно американского рынка, что, естественно, ну, поскольку Россия несколько отличается по уровню дохода населения, тоже как бы не дает возможности продавать там так, как в Америке. Да, потому что в Америке, я повторюсь, там, больше 10 миллионов, а у нас в прошлом году 1,4. Почему бы нам не продаться тоже 10 миллионов, потенциал к этому есть. Да, да, как минимум есть куда расти. Иван спрашивает, не водите, что в Россию придут, ну, и называет опять Apple, Amazon, и я так понимаю, что суть его вопроса в том, что они этот рынок под себя подомнут и нам с вами... Ну, почему-то не пришли, и, наверное, объяснимо, почему, потому что у Apple нет читалки, как бы, она пока не планирует в этом направлении, насколько я знаю, развиваться. Рынок, он достаточно нишевый, ну, при том, при всем, что достаточно объемный. Компания Amazon, она очень планомерно как бы развивает свой бизнес, начала с Америки, очень плавно и очень мощно вошла в Европу, в Германию, и плавно каждую страну окучивает с точки зрения максимального подготовленности, то есть она собирает контент, она выходит там шумно и с яркими промоушенами. То есть для России просто стратегические еще планы, да, в России? Ну, я, кстати, не думаю, потому что, опять-таки, она столкнется ровно с теми же проблемами, которые есть в России, с малым потреблением электронного контента. А поскольку она живет на как раз прибылях с контента, ну, все те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, ей придется сначала решить, а потом выйти. Ну, давайте так, на чистоту, там, три в ближайших года я не предвижу появление здесь Amazon, а появление монстров мирового масштаба, таких, например, ну, вот у нас появилась компания Sony, да, которая производит читалки и входила в пятерку как раз производителей электронных ридеров, и что, да, ну, пришла, как бы, и, в общем-то, ну, занимает свою нишу, небольшую нишу скромную, да, потому что нет подхода, как бы, и столкнулся с теми же самыми реальными и конкуренцией очень большой. А рынок очень конкурентный, могу сказать, потому что в прошлом году появилось, ну, если вот в 2010-м всего было порядка, там, пяти-десяти игроков, то в прошлом году их было больше восьмидесяти, да, то есть туда пошли очень многие компании, которые занимаются дистрибьюцией, которые занимаются АЕМ-поставками, ну, АЕМ-то, грубо говоря, поехал в Китай, скооперировался, купил какую-то партию тысячу штук, налепил свой шильдик, привез, продал. Таких компаний очень много, но в этом году тенденция опять переламывается, и вот тот пункт по статистике другие, куда входили вот эти вот 70 компаний и размывали вот эту общую долю, а сейчас она гораздо меньше, она была 16, сейчас 6%, то есть все уходят с этого рынка, кто не смог снять сливки и вклиниться и занять место на полке. Вот это важно, кстати, да, очень много всякой, не совсем эфирное слово, много всяких, всякого легкомысленного, да, взгляда на рынки, на разные причем рынки, вот ты правильно сказал, что часто приходят снять сливки, сливки-то уже все растаяли, здесь остались люди, которые занимаются бизнесом, правильно я понимаю? Верно. Ну и слава богу. Вот я могу про Амазон сказать, что Амазон существует больше, чем 14 лет уже, и все эти годы, каждый год постоянно ходят слухи, что вот-вот Амазон сейчас тоже придет. Но вот 14 лет прошло, Амазон все еще не здесь, хотя с каждым годом уверенность в том, что рано или поздно они придут, она, конечно, растет, и слухи есть разные, некоторые говорят, что вот-вот iTunes российский откроется в ближайшее время, ну да, скорее всего эта дата, она приближается, но это не совсем прям ближайшее какое-то будущее. Ну и потом главное, как вы-то себя чувствуете? Вы же не смотрите все время за спину, вот-вот сейчас придет Амазон, мама родная, вы нормально себя чувствуете, работаете, занимаетесь своим делом. Да, мы знаем, как здесь работать, у нас это получается. Ну как сказать, мы вот как все-таки глобальная компания с Амазоном конкурируем, при том достаточно активно и в Европе, и в Азии, и в той же Америке, ну, конечно, там очень сложно, но есть определенные, так скажем, стратегии, как можно с ними конкурировать, но в России, как бы, ну, поскольку пока для нас это ключевой рынок, ну, как бы, пока непредвидимо справляемся. Так, значит, вопрос от Никиты, здравствуйте, скажите, в России никто не собирается создать книжный бизнес в стиле американского Барс энд Нобль? Целая индустрия с собственным, кстати, очень удобным ридером и прикленным к нему интернет-магазином к ним. Почему рынок в России в этом семействе находится в олдсайдерах? Ну, на все эти вопросы мы ответили, Барс энд Нобль это компания-конкурент Амазон, существует на американском рынке и на нем, в общем-то, и сосредоточено. Имеет меньше процента и потихоньку долю теряют, потому что вот на второе место в мировом масштабе вышла КОБА, ну, не, можно сказать, купили их японцы и, в общем, они очень активно развиваются в Европе в сегменте low-cost, entry-level, ну, самых-таки дешевых устройств. Я понял. Хорошо. Так, давайте тогда время немного... Тает время, тает время, как облака. Тогда давайте мы уже потихонечку, да, будем подводить итоги. Я хотел бы вас попросить озвучить, ну, с вашей точки зрения, как игроков, как участников рынка, основные задачи на ближайшие там перспективы, два, три, пять лет. Что вы будете решать, на что вы будете знать, что вы ждать будете от рынка. Миша, давай с тебя начнем. Для нас, как для магазина, сейчас, конечно, самым важным вопросом является ассортимент. То есть наличие контента, и мы ожидаем, что в ближайшее время сами издательства, потому что все-таки это их работа выпустить книгу, будь то в бумажном или в цифровом формате, они будут... Извини, пожалуйста, да, вот, кстати, интересный вопрос сразу у меня. Издательство, действительно, оно выпускает некую книжку, некую литературу, естественно, оно нацелено на сбыт ее, правильно? И в этом случае вполне логично, оно должно взаимодействовать как-то, да, с подобными инструкциями. Она должна выстроиться правильно, пока здесь такой процесс плавающий, и на самом деле вот самим фактом издания, то есть конвертации электронной книги занимаются сами магазины, а не издательства. Что неправильно все же. Что неправильно, вот. И что еще немаловажно, многие издательства до сих пор все еще опасаются продавать свои книги в цифровом виде, потому что... А это с чем связано? Это связано в первую очередь с пиратством. С пиратством, да. Вот. Но мы... А мы сейчас много разговариваем с издательствами, которые только приходят на этот рынок. Мы используем такой... Такой метод шоковой терапии. Мы им говорим, вот зайдите сюда, посмотрите, вот ваши книги, которые вы боитесь продавать в цифровом виде, они уже выложены на пиратских ресурсах. Поэтому лучше вам в такой ситуации в том числе и продавать их легально на озоне, чтобы пользователь мог их купить, а не шок пиратам. Да, здесь вы их каким-то образом контролируете все же. Там ты абсолютно без контроля. И авторы издательства, по крайней мере, получат деньги. Да, это логично. Я понял. Жень? Ну, если говорить про тенденции, планы и прочее, ну, смотрите, во-первых, по теме издательств, ну, понятно, что сначала появляются книжки в печатном виде и только спустя месяц, а то и больше, в электронном. Это как раз некая такая защита от копирования, хотя она плохо работает. Вот, возвращаясь к теме итогов, во-первых, рынок вырастет очень сильно. То есть сейчас он по прогнозам будет 2,2 миллиона в этом году. То есть, в принципе, очень большим. А в следующем будет 2,6. Вот. И будет большой перекос в сторону инка. То есть многие ТФТ, те, которые на ТФТ-технологиях, перейдут в планшеты и будут заниматься компаниями на планшетах. Во-вторых, главная тенденция это появление цветных ридеров. Ридеров с подсветкой, они уже появились, это над цветкой. Да, то есть как бы это новое... Ну понятно, то, чтобы не било в глаза опять. То есть она наоборот, типа фонарик, да, но над пленочкой вот этой вот экрана. Плюс тенденция снижения цены где-то 30% в год она сохраняется и это приблизит ридер к цене самого дешевого планшета и дешевого ТФТ-ридера. Она будет составить где-то 3,5 тысячи рублей в следующем году. В этом 5. Да, то есть это, в принципе, хорошая тенденция. Конечно. Вот. Если говорить про наши планы, то выпуск, во-первых, всех новых устройств. Вот ReadRate, про который я говорил, то есть некая платформа, которая позволяет выбирать книги и советовать пользователю, где их взять и как их использовать. Что читать, собственно. Ну и, наверное, идти в регионы, да, потому что как бы с новой ценой как бы и с тенденцией к снижению все интереснее завоевывать, собственно, вот другие города, а не только Москву и Питер. Да, вот это логично и на самом деле опять, да, если два слова буквально об этом сказать, сейчас, я так понимаю, основной спрос именно в крупных городах, ну, в столицах и так далее. Да, конечно, да, но тем не менее регионы растут очень неплохо. А, кстати, что определяет вот этот спрос региональный? И только цена? Не только, еще и доступность и распространение, потому что сейчас вот благодаря большому, так скажем, каналу сбыта мы можем дотянуться до мелких городов, используя там сеть наших дилеров и банально, просто раньше негде было купить. житель какого-то небольшого городочка, ему пришлось ехать в какую-то вот метрополию, да, и брать там более... Если мы говорим про интернет, интернет, он все-таки приходит в регионы, все больше и больше, и люди начинают покупать в том числе в интернет-магазинах, заказывать, получать у себя в городе, вот, поэтому такая дистрибуция, она происходит намного проще. Причем в небольшом городе, да? Даже в небольшом городе, да, остается только призвать слушателей покупать легально цифровые книги на зоне и читать их на устройствах Покетбук. Это логично. Это логично. И слово легально здесь ключевое. Да, да, говори, Жень. На самом деле забавная тенденция, ну вот я ее наблюдаю, чем дальше мы идем, там, годами, да, годы идут, и доля интернет-продаж, она раньше была, там, 40%, сейчас она 15%, то есть она падает. Ну, вернее, как, она растет, да? Ну, она растет в абсолютных цифрах, да, в относительных... А вот в чем здесь логика? Можешь мне объяснить? Ну, наверное, все-таки это, опять-таки, одна из российских реалий. Да, то есть, как бы пока... То есть человек хочет потрогать руками все, да? Да, да, да. На зуб обязательно по интернету, ему не очень это... Да, у нас много тут, ну, мы, опять-таки, скатимся в частности этих отличий, но их очень много, реально. Не, ну, в частности, мы не говорим, в частности, конкретно о вас, а мы говорим о России, а это важно. Ну, надо сказать, что и цена отличается в России именно в интернете и на полке. А общемировая тенденция сравнения этих цен Ну, то есть, в принципе, как бы мы здесь тоже особняком, но мы всегда догоняем. То есть мы вот так смотрим, смотря на каких рынках, но где-то на три года отстаем, где-то на пять, где-то на десять. Ну, вот, но мы всегда вот как-то вот посмотрим в ту сторону. Ну, это нормально, да. Главное, да. Догнать и перегнать, да? Помните, это замечательно. Это замечательный... Это замечательный... Так, наши... Еще один вопрос. У меня буквально, да, осталось меньше двух минут. Как вы ощущаете государственное присутствие на этом рынке? Вот с точки зрения законодательства, с точки зрения регулирования кто-то вас прижимает? Очень, знаете, такая емкая тема. Не успею за полтора минуты. Потому что электронный учебник, например, вот просто вот так вот словосочетание забейте куда-нибудь. Вспомните, там, как Чубайс приходил к Путину, показывал там читалку нового уровня. Очень емкий сегмент рынка. И вот, ну, не знаю, мы там работаем, мы там пытаемся что-то сделать, но представьте, вот только одну цифру назову, 25 миллионов студентов, школьников. Это вот потенциальная аудитория для вот этого устройства и для этого контента. И это абсолютно никем не захваченный, не охваченный рынок. И вот здесь, конечно, поддержка государства, ну, я пока не уверен, Более чем логична. Но она очень логична. И действительно, как бы, давно витает призрак новых систем обучения, и как бы их надо внедрять, это факт. Там действительно есть над чем работать, и мы занимаемся этим. Я приведу пример немного из другой области, например, И что-то мало времени. Да, очень быстро в играх, когда человек покупает и скачивает игру в интернет-магазине, он, если полностью следовать букве закона, должен с этим интернет-магазином в письменной форме подписать договор. Согласен. То есть вот много таких вещей, и их надо править. Ну, дай бог, все мы исправим. Сегодня в гостях Евгений Милец и Михаил Осин. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. Дай бог, что все будет хорошо. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.